добрый вечер дорогие москвичи у нас сегодня очередной тест камеры с вами райк фитингов сегодня исключительно серьезный тест без всяких шуточек как обычно погода не располагает шуточкам и камера тоже это удивительно тупая камера она называется река xf30 ее особенностью положительно является стеклянный объектив а спорной особенностью является ручное iso и ручное фокусное расстояние у него есть три положения которые из которых нужно выбирать перед каждым кадром сейчас мы постараемся вставить него пленочку еще одной особенностью этого фотоаппарата является что не факт что он наматывает пленку поэтому мы ее вставим он надеюсь скажет что он ее намотал потом мы ее потом мы откроем камеру заново и проверим действительно ли он намотал ее пленка у нас сегодня тоже не обычная не заводская а мандер скейл байландер фото это ручная намотка магазина вандер фото какая-то она там странная она будет давать пустынные красные охристые цвета и сегодня мы тестируем не только камеру но и эту пленку ноябрь охристый цвет фирменный цвет ноября или сейчас еще октябрь неважно так вот так вот да я закрываю и чё дальше он за зажижал 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 кадр 1 проверочка лёня лишь как я хорошо наматываю пленку сейчас мы сделаем а где мы на чудо-острове вы начали мы на острове мечты я надеюсь что мы на острове ваши мечты дорогие друзья и сейчас мы запечатлим этот волшебный замок меня на замке тоже нет чё как селфи а я на острове мечты и поэтому я делаю селфи настройка iso у меня 200 я делаю 1 2 а фокусное расстояние я делаю портрет человечек человечек и максимально вытягиваешь а я сделал селфи сейчас наш второй кадр мы переключаем фокусное расстояние на бесконечность и фотографируем замок мечты надо сказать видоискатели он выглядит действительно неплохо следующим кадром у нас будет очень очень рискованная съемка цветы мечты дело в том что максимальная диафрагма здесь 4 а какой макросъемке может идти речь но чем черт не шутит цветы ну что коллега может пока не будем заходить пока пойдем налево туда наш привычный маршрут такие красивые деревья хочется воспользоваться глубиной резкости радиофагме 4 и сфотографировать этот массив так выйдете из кадра коллега мы немного отошли от острова мечты и это так хорошо посмотрите какой свет темное суровое небо и лучи солнца освещают многоэтажки мы сейчас их сфотографируем бесконечности бесконечности а еще там какая-то церковь что-то она как-то ушла о проявилась но это я чисто для себя люблю фоткать домики и деревья вот это все о еще и кораблики красотища посмотрите на этих двух золотых молодцев которые охраняют вход в черные врата ада по идея тут турник ну по чьей-то странные идеи выглядит не очень здорово но так и учиться так искрится на солнышке грех не сфотографировать а я сейчас впервые использую среднее положение фокусного расстояния ребята привет мы сделали наш новый классный мерч поэтому пожалуйста поддержите наш канал покупайте наши майки это нам очень поможет в развитии мы обещаем все вкладывать в пленку мы порядком отошли от острова мечты снова наконец с вами вокруг нас кораблики кораблики пошарпаны для кого-то тоже воплощение мечты для кого-то воплощение печали тоски они живописные мы их сфотографировали и 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 наша оранжевая пленочка придаст ему солнечный оттенок. Чтобы немножечко разбавить фашистскую тематику, поговорим о мусоре. Смешанные отходы, в лучах солнца, полуразвалившийся автомобиль. Все, как я люблю. Мне кажется, кузнец, который ковал эту дверь, был поклонником группы Pink Floyd и, в частности, альбома «Стена». Потому что узор решетки воспроизводит кирпичную кладку. А вкупе с двумя бубиками по краям это произведение становится достойного вековечения. На нашем пути встретилась пара заброшенных зданий. Мы с коллегой гадаем об их содержимом. Коллега утверждает, что там должны быть фекалии и шприцы. Я считаю, что там, кроме вышесказанного, наверняка есть предервативы. Разбросанные страницы из томика и стихов Бродского. И, конечно же, баночки от фотопленки. Какой фотограф мог бы пройти мимо этого места? Москва – город контрастов. Посмотрите, там вдали на переднем плане какие-то лачуги, а за ними дворец «Замок мечты». Кто же живет в «Замке мечты»? Наверняка очень богатые, обеспеченные люди. А кто живет в лачуге? Я в прошлый раз, когда снимал этот «Город контрастов», забыл переключить фокусное расстояние. У меня была серединка. Не повторяйте моих ошибок. Я сейчас буду снимать лэп. И переключу на дальнее. Лэп – это очень красиво. Как эйфелевая башня. Только пользу приносит. Мы дошли до детской площадки. Она в какой-то мере тоже остров мечты. Только в меньшем или большем масштабе. Я плохо разбираюсь в словах «меньше» и «больше», когда речь заходит о масштабе. Ну, посмотрите сами. Площадка яркая, уникальная. А снимаю я портрет при этом. Портрет пасхальный. Пасхальный – это когда по пояс. Я снял. А теперь я снимаю крупный план. Перевожу на человечка. Господи, я наконец-то не забыл перевести фокус. Это очень хорошо. Делает мне честь, как фотографу. Коллега, ничего, что у тебя мачта из макушки торчит. Я не про твои волосы, а про буквально мачту корабля. Ну, с мачты было висит. Ну, ладно, так тоже ничего. На этой детской площадке наша прогулка закончена. С вами был Араик. Мы с коллегой идем пить кофе. Фоткайте на пленку. Пока. Ребята, не забывайте подписываться на наш инстаграм-канал. У нас там очень много интересного контента. Выкладываем различные лайфхаки. А также каждый понедельник мы делимся снимками друг друга, чтобы каждый мог оценить вашу работу. Продолжение следует...